Продолжение следует... Козел вонючий, он сжится... Козел отвязан, но никуда не убежит... Могу показать, как он летает, вот так... Виктор очень большой души человек, вот он стоит, уже меня включает... Кому нужна регистрация, Ленинградское шоссе 360, валите все... Первое, что я скажу, подписывайтесь на канал Джека... Вот как есть, Бог взял, Бог дал... Не наоборот, Бог дал, Бог взял... Помогут, будут наркоманы... Мы ему дадим это, президента Виктора... Как вам козел? Друзья, ну вот, я подхожу к нему Виктора... Я напросился к нему в гости... Чтобы для вас снять этот материал... Этот видеоролик, видеорепортаж... Не знаю, как это... Как правильно сказать... Пишите в комментариях... Но главное то, что... Виктор очень большой души человек... Вот он стоит... Уже меня встречает... Да... Здравствуйте... Первое, что я скажу... Подписывайтесь на канал Джека... Евгений, очень рад тебя видеть... И что смогу... В течение нескольких минут я... Покажу и расскажу... Все... Так... Заходи в гости... Покажи собаке... Это две хозяева... Ага... Вот... Попадете в Ютуб... Девчонки... Попадете в Ютуб... Ай, Ютуб! Так, не ровно... Во-во-во-во... Гоняет, гоняет... Она уже... Она уже осваивает... Угу... Понимаешь? Что-то она ей хочет сказать... Она же больше уже не вырастет... Ей тревога... Угу... Вот... Ну, это такое же... Я в природе... И мне кажется... Это чистая порода... Мне такая... И ты хороший... Хороший... Давай, вот, вот... Нюхай, нюхай козу... Вон, смотри, что творят... Играют... Как они тебя любят... А? Как они тебя любят... Как они тебя любят... а вот кажу не очень по-моему это будет шоу хорошо все берем с мусора ибо как пенсии не дали товарищу левицкому все берем с мусора козла и козочку подарили даром знают что тут люди людей люди людей любят и козлов тоже сейчас борисофон накушается звать его володя а если погладить у меня не это никогда не цапнет он ручной больше чем дикий можно его снимать как он языком ляпает а если баня даст ему сигаретку красивый красивый так выводим сейчас будет малая корида с собаками видишь какой он особенно вот это будет его дразнить козел в тарелку наступать некрасиво понял тебя что не учили культуры да я тебя поглажу а то не поверят хороший 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 добрый иногда дерется дерется больно синякины на одном человеке уже есть а то есть может еще и дай да бегнуть ага пошли ага так я тебе дам берег пошли вот к ней не хочет идти так берет на дорогу а козе пока не хочет дай ее держи сам так ты не умный ну у нее ошейник сладкий она и пьется ошейник у нее нормальный через дороги она и пьется да давай козла я и козла почему козла 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 поход короче козел отвязан но он никуда не убежит а а так проедет машина идите сюда идите ко мне ко мне ко мне машина может задуматься а иди а а а а а а Теперь машины прорезут, все, звуки, звуки. Так, конечно, движение тоже как. Вот, видишь, где крылья. Теперь гуляйте, нападайте на друга. Ну ты их красиво общаешься с козой, как с сестричкой. На, марисофон, марисофон, вы не хотите травочка? Что-то они не держат, о, видишь? Не убьют. Ну ты так невестку обижаешься. Невестку свою обижаешь, а? Нельзя невестку обижать, нельзя. А что невестка будущая? Отберешь и убьешь. Ну что ты растелась, а по 3-й? Прям все как у людей. Так, ну сейчас будет второе шоу. О, ты мой красот. Подожди. Сейчас я возьму эту собаку граммофона. Менаша? Да. Только надо еще вот мы... А, этого козла я отпускаю. Смотри внимательно, показывай. Да, я тебя в ту же бороду. Смотри, козел никуда не убежит. Сейчас я выведу собаку, пошли. Вот это будет круто. Он сейчас будет ее пить. Никто не будет никого бить, пошли. Да ты стоишь как коза тоже. Иди. Куда мне иди. Куда я иду, туда и ты иди. Никто не будет никого. Это уже я помогаю снимать. Оля, иди козу сюда. Собака добрая, но неадекватная. Вот, ее нельзя выпускать. Вот они дерутся с тем рыжим. Тихо. Козли не подпускай, я вхожу козла. Идите сюда. Он может пускать. Да? Да, он может быть не шлем. И все мы пойдем. Давай, давай. Тихо. Козел постоянно. Он уже не туда не будет. Такой вот охранник идет рядом со мной. Вот, смотри, как зацепить. Тупрямый, не хочет идти. Сзади идет вот такой вот пес. Охраняет хозяина. Короче, получилось так, что не хватает одного этого. Собака ездит, что у него дернется. Нам уже приучили. Сезон упрямый, не хочет идти. Уже коза идет, а он не хочет. Меня тоже облюбовал. Не просто снимать. Тоже дорогу показать на Ленинград. А? Дорогу? Всегда загружено. Вот такая вот, да, Ленинградка. Ленинградское шоссе. Собака и Сереметьево покажешь вот это. Дорога довольно-таки загружена, действительно. Плотное движение. Я бы сказал, даже очень плотное. Пробки. Когда будет козел к тебе приставать, дольше его отгонять. Это жалко его этого. Нет, паукша. Берем, берем. Видите, все бежит, показывает, как вас бежит, интересно. Он же домой у меня. Козел никак от меня не может обстать. Так, бежит. Может его на шею не взять? Что-то козел меня реально, народ не полюбил. Не любит он блогеров. Не любит он совсем блогеров. Короче, козел мы его не готовы. Иди куда хочешь. Она тоже хочет слабить. Пусть идет куда хочет. Ты меня услышал? Что ты встала? Что ты встала? Распи. Иди сюда и нахрен. Никого она не боится. Мы идем, и она пойдет за стадом. Идите с садом. Кури мы, что-то поверили. Они тоже полетали, лезь. Идем вслед за козлом. Друзья. Видишь, зайдет. А ты ее веди. Убирайся. А ты его собаку бери. Ну ты ни херя вообще не можешь. Что ты, Илюшка? Ну потому что глупый. Ну ты палка села на бутболку, порой тебе по ушам. Друзья, пойдем гулять с козлом и козой, и с хозяевами. Сейчас я его отпускаю, и он уже тут будет гулять. Это их не место. Ага. Просто я быстро тяну, и все, в первом будет гулять. Мне проводами съезд, да? О! Опять, опять, опять. Опять козел меня не влюбил. Да не, я же не знаком, он может меня и бодануть, если я его ударю. Я просто вижу реакцию как бы на собак. Все, все, все. То, что может и лягнуть. Ну видишь, он лекает, лекает. Ну чего тебе, блог? Ты же хорош. Хорош. Кто-то возбудился. Блогеров не любит, наверное. Ох, хи-хи-хи. козел не взлюбил меня собаки на моей стороне тоже другим сейчас опять, бежит, 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 бежит. Как длинная рожа. Получилась у меня. Вроде бы успокоился. Музыка Козу надо любить, а не бить Один Владимир уже козу свою оставил Ты тоже не хочешь ее убрать? Пошли домой Суровый он мужик Да, Володя? Только бзззи Пошли домой Вот такие наши буты А сигареты тушить, да? Жрет Да, дайте ему сигарету Так он у тебя и перестает, а тебя воняет Если ты куришь, он да Так, давайте угостим нашего друга Владимира сигаретой Ты будешь сигаретой? О, смел! А, закурить дали! Все, больше сигареты нету Все Не сожрал Да, подлюбь, гоняй Курение это вред Пойдем Пойдем домой Он все сигареты требовал Пока мы погуляем, он пачку сожрел Так, Володя, сигареты стоят денег Сигареты стоят денег Брать его на поводу Давай, иди сюда Давай я пойду сожрел Да, да, у меня там сигареты в карманах Он сигарету почувствовал Запах, запах, манящий запах Табака Все, Владимир, бросаем турист Спасибо Так вот Наверное, не хозяинка козла А козел хозяина везет Не зря говорят, что Ну, пошли, Володя Что-то ты сегодня не такой Животные, как дети Не хотят домой идти, да? Скажи, я еще не нагулялся Ну, ты хороший, я знаю Друга у тебя прикольные, кстати Я тоже когда-то в такие не ходил Я думаю, все поняли Да? Ну, ты хороший, хороший Вот, красавец Что-то не сигарету опять дать, да? Что, может, ему еще одну сигарету дать? А? Может, еще ему одну? Не надо Не надо Я вообще ему не даю сигареты Вот так он найдет, сожрет А кто оказывается наркоман? Володя, да? Ну, наверное, он здесь поднимаешь Ну, нормальный козел, все нормально Пошли, пошли Пошли Ну, вроде бы успокоился, да? Красавец Друзья, пишите в комментариях По поводу вот этого чудо-козла Очень красивый, на мой взгляд, козел А какая порода? Нубийская, вроде Нубийская Вроде А девочка кенийская А может, я не понимаю Будем ждать Ну, хороший Будем ждать прибавления в семействе Нет, прибавления пока нет Он вообще к ней не подходит Народ, извиняюсь, на рапорт Просто он все время с людьми был, наверное И еще не понимает, что Ну, вот теперь начинает жрать Все, я его отпускаю Успокоился На Там все, может, не надо Потому что ловить потом Я его на длинном поводке вожу И он туда хочет Бегает, ест Ну, где-то полчаса Каждый день с утра Вот Вот сейчас он успокоится Ну, а это дразничный участок Он у меня где-то Месяца Да нет, уже год Уже год у меня Потому что зимой дали Ну вот Уже он один раз глинял Ну и девочку нашли А он девочке ноль Ей три года А ему два будет Виктор, Виктор Ну, когда я у вас Первый раз в гостях был Девочки не было Не было Она появилась дня три назад Человек Олег Кажется, его зовут 70 лет Очень интересный мужчина Он 20 лет Усадьба Лермонтова Это Сходный туда Хотел открыть зоопарк Было в него Очень много Живности Ну, вот Кажел пришел Видишь Никуда он не убегает Очень хороший А вот это Его подразнивает Он не обращает внимание Потом бегит и бьет ее Но он сильно не бьет Он пробует Но я за Лермонтова не проговорил Жаль, что он не получился Зоопарк Он все раздает Вернее, последний у казахняцев Были кролики Были очень красивые Куры разных пород Декоративных И сейчас там остались Ты как человек, да, у тебя настроение? Пусть и меня сняли. Очень хорошая собака. Герда зовут ее. Хотели забрать у меня, но я не отдам. Пошли. Пусть садил сам идет спокойно. Да, да, да. Идет, да? Владимир, провода есть не надо. Провода есть не надо. Ну, тогда я ее принесу, он опять балуется. Иди сюда. У нас борьба с ним. Сынный, сынный сволочь вообще. Он играет, я так понимаю. Для него это не играет, для нас это... И если бы он хотел мне навредить, он, наверное, уже валялся тут, скорченый. Ну да. Вот сила у него действительно, сила большая. Три года он еще не занял, за пять лет он, наверное, набирает. Поэтому народ, он играет. Зла мне не желал. Этот... Красивый козел. Экзот, скажем так. Мы идем за хозяином, за вихером. Идем к нему в гости. Домой. Вы бы длинный колодоком бы за ним побежали. Ну, он да, он уже собакам жару давал. Пойдем в сторону до церкви. Там у него есть места, где он роги чешет. Вот. Ну, сейчас это сделаем. А к людям же он тоже, да, пристает? На остановке к людям же тоже пристает. Ну, там уже он попал куда-то. В ютуб, что он в автобус залез, не могли выкинуть его. Надо же, и вернулся обратно домой. Да, ну, он постоянно туда ходит к людям. Он привык к людям. Я же тоже это чудо увидел на остановке, да? Да, да, да. Где мы с тобой познакомились? На остановке, да. Да? Хорошо, хорошо. 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 Одним глазом. Косет лиловым глазом. Пошли. Кстати, песня Михаила Боярского. Давай, давай. Это же Боярский, да, поет эту песню? А как называется? Рыжий конь, по-моему. Это песня моего детства, поэтому... А ты рыжий козел. Да, ты рыжий козел. Скажи, я конь, я не козел, я конь, да, благородной породы, да? Скажи. Да? Вот такой, да? Вот, вот. Жалко, вы, друзья, погладить не можете. У него очень приятная шерсть. Сам он очень ласковый, добрый, совсем не злой, как могло показаться. Такой красивый вот, такой раскраски. Не знаю, времена. А бывает, как такое. Пошли. Ну, пошли. Володя, на работу. Володя не хочет работать. В принципе, все люди с утра... Видимо, с утра никак не может. Времени нет просто. Сейчас я буду уже вернуть сынком, а потом... Ну, надо собаку приказать. Пойдем, все. Пойдем. Да, сейчас нападу. Народ, бежим, 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 бежим. За ним вторым и кровом. Я буду бросать перец. Держим, держим, держим. Догоняем. Мы догнали Виктора. Охранник. Все. Теперь мы... Продолжаем рассказ и продолжаем съемку. Идем, куда он любит ходить. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, люди. Интересные, наверное. Так. Владимир убирается. Мы ему дадим это. Президента будем выбирать. Просто он не понимает, что его берегут и охраняют. Да собак сколько. И всем вернее. Друзья, идем чесать рога. Мы подходим к нашему турнику. Я его подведу. Иди, 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 иди. Ну, к сигарету нашел, конечно, это бы все. Это его хабрин. Бучки собирает. Бучки собирает. Это может хорошо. Кто даст замечание, я перестану ему давать разрешать бучки. И вот он уже балдеет. Ну, это тоже неправильно. Если это ему вредно. Ты такой хороший. Ну, бычки он собирал всю жизнь. Мой дед тоже не курил. Так, давай. Иди сюда. Вот я-то бойчик так рада. Вот я-то бойчик так рада. Я-то пойду к нему не подходи. Тут у меня глаза закатываются. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Все, они подружились, Владимир не хочет оставлять своего друга. Хорошие люди, люди любят животных, но я говорю, хорошие люди, животных любят. Сейчас шлются, да, шлются, да, шлются. А вот я ему привез эту козу, его же породы, но она меньше его. И не подходит. Или гона еще сейчас, я не знаю. Ну, так бьет ее. Ну, это их отношение. Может, вначале, чем полюбить, надо побить. А че это гавка? Она играет, да. Вторая не играет. Пошли, пошли. Володя, домой, пошли домой. Пошли домой. Вот, все. Володечка, Володя. Друзья, как видите, не все люди такие любители животных. Очень городские, на мой взгляд. С лестом даже. Это не сам, в прошлом, городской житель, но не настолько, чтобы не любить животных. Как вы видите, Виктор очень большой, духный человек. Не хочет Владимир идти домой. Но надо. У Виктора тоже есть дела. Как вам, как вам, козел? Друзья, ну вот мы с Владимиром стоим. Меня вроде бы полюбил. Немного, да. А может, немного. О, ну все. Балдей. Балдей, да. Это наш главный актер. Думаю, вам всем он понравится. А может, уже и понравился. Вы обязательно подписывайтесь на мою страницу. Вконтакте, также на мой канал. В YouTube. Володя тоже. Не против, если вы это сделаете. Да, Володя? Ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Ого. У меня появился друг. Вот здесь как она красиво кушает. Омночка. Омночка. Как ее зовут? Вообще-то... Алия. Алия. Это невеста Володя, да? Да. Ага. Тут немножко не так. Алия – это тут начальница паспортного стола. А начальник полиции – Долгов. Вот козла зовут Долгов. А ее Алия. Ха-ха-ха-ха. Да это не я прыгнул. Это не я прыгнул. Молодой ебочка. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ой, молодец, молодец. Будет жить. Так, все, я побежал до козла. А козел воняет, да? Козел вонючий, козел вонючий. Вот, видишь, я снимаю. Козел вонючий. Он сжится. Ну, не он. Ну, тоже козел вонючий. Заходи в гости, буду показывать и рассказывать. Спасибо. Давай. Все. Так, идем, друзья. У меня нет оператора. Показывай. Так, вот это бардак. Вот это мой друг. Его зовут Иван. Хорошей души человек. Так, это тоже Иван. Но немножко с градусом человек. Немножко с градусом. Ну, Россия или ты откуда? Откуда родом авары? Волга. 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 Я смираю. Волга. Ростов-на-Дону-Дону-Дону и Орел. Вот, с Орла, друг. Знаешь, так, по-говорю. С Россией собралась. Друзья, давайте пройдем во двор. Слышишь ты? К Виктору тебе покажут. Волга и без Волги. А вас, извините, как... Ольга Александровна, да. Ольга Александровна. Очень приятно. Так, собака очень умная. Самая старшая здесь. Вот, зовут ее Азушка. Азушка, девочка. Ну, подыми голову. Иди ко мне, иди ко мне. Прибои, ну, покажи. Иди. Вот прибой, да, это тяжело. Вот прибой. Тобака отдыхает. Нежится на солнышке. Нет, в деньке наоборот, друзья. В день, 15 лет. Она... Нельзя. Нельзя. В день, 15 лет. Ну, скажем так, все мы умрем. Она тихо умирает. Тихо умирает. Это уже старая, да? То есть уже время ее пришло. Она тут всю жизнь прожила. Поводка никогда не видела. Ну, такое вот чудо, друзья. Смотрите. Тут уже бесполезно. Ей сделали эту. Ну, вот видите, на уши. И, как она называется? Ну, не кастрацию, стерилизацию. И пошло оно уже. По самом деле, от шишки, мышки. Ну, уже, ну, ну, что? Ну, мучить собаку я не люблю. Вот как есть, Бог взял, Бог дал. Не наоборот, Бог дал, Бог взял. Молоко есть, но она уже к этому молоку имеет отношение посредственное. Пошли. Турник-мурник, вон коза. Мне вот самое крутое здесь, это вот такая козочка. Вот так, где козочка, будут стоять бытовки, и тогда я выкручусь из нищеты. Вот это для перепелов. Никак не могу еще вот восьмой показывать. Вот это, вот видишь? Оно стоит только в дураков. Нормальных людей тут перепела. Вот. Пошли дальше. Идем за Виктором, друзья. Я очень долго ждал этого момента, чтобы поснимать. Вороны, куры и бардак. Я... Ай, блядь! Я ее никогда не вытаскивал. Короче, я не буду трогать, а то меня она убьет. Я подбитый, я ее нашел по дороге. Живет, она не жалуется. Это ворон или ворона? А еще я пробовал. Вот попробовал, сильно кусать. Я не буду ее сейчас, времени нет. Я хотел взять на руки. Так, яйца, где яйца? Кури, я вас на кремах кормлю. Кури нет, а жрак нет, яйца нет. Все, все, все. Да, вот это цесарь белый. Вот это очень красивый цесарь. Это очень хорошие куры. Вот петух красивый. Ну, даже приоткрытый. Но они хоть бы не выскочили. Это для... Вот, какие горы, 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 горы. Они не боятся, меня никто не боится. Все, раз, все. Сейчас мы тоже дадим жрать воды. Вот это больнее. Их, видишь, чуть-чуть побили. Вот красивый цесарь. Так, так, так. Ну, все это надо на зиму помещать. Так, ребята, я боюсь. Почему? Потому что я не каждый день держу этого цесаря. Вот. И боюсь вот этой очень хорошей куры. О, это птица дикая. Птица дикая. Ты не думаешь, что это просто татар? Видите, я правду говорю. Я не профи. За ножку, за ножку держать. Вот за ножку. Все. Вот вам цесарь. Цесарь, это цесарь. Это курица. Тихо. Тихо. Ну, все, вот так я приблизительно. Так что я не крутой специалист, но я и кирпич. Все. Это очень хорошая птица. Все. Могу показать, как он летает. Вот так. О. Во, 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 во. Тихо, нельзя. Все, хороший, хороший. Ну, если я за лапы держусь. Все, все, нельзя, нельзя. Можешь показать страшное. Вот какая-то собака. Вон, сейчас порвали. Вот это, тут были куры, сенсари поели. Вот, видишь? Вот это страшно. Ну, так какой хозяин, да? Ну, вот сенсарь показал. Так, я ее ноги не отпускаю. Отпусти с ноги, он может, короче, хуже орла. Ну, вот, на, подержи, понюхай. Я не буду рисковать. Не хочу без глаз остаться. Да. Поэтому. Вот, я их люблю. Так, у него, конечно, надо кормить побольше. Так, все, я сейчас открываю. Глаза мне еще нужны для монтажа, смонтировать это видео. Да, 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 для вас, друзья. Чтобы вы видели. Да, Виктор меня тоже будет контролировать, чтобы все качественно сделал, красиво. Я дал ему обещание, что все будет очень качественно и интересно. Интересно, это уже зависит от Виктора. Вот, вот, красивый, вот через клетку покажи. Вот это очень красивый цесарь. Вот, вот, молодец, молодец. Ну, можно приоткрыть, конечно, через клетку. Он будет, понимаешь, это дикое животное, видишь? Вот. На павлина похож, да? Да, 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 да. Друзья, такой эксклюзив вы мало где можете увидеть. Вот, красавец. Не кур обычных, а именно вот такую вот птицу. На мой взгляд, это очень... И ничем не болеют они, ну, так говорят. А не суток, а я это, то есть, я думаю... Несут, несут, цесарки несут. Это одни цесарь сейчас у меня. Вот тут была цесарка, вот тоже вот тут, вот тут и вот там собаки порвали. Ну, может и мои, не знаю. Вот, вот порвали, все, все. А куры, куры это обычные, да, я так понимаю? Ну, они как бы породистые. Вот это вообще голубое яйцо несет, какая-то из жахих кур. А нет, посмотри. Нет, так нет сейчас. Ага. Ну, да, мы по-любому с тобой встретимся, я думаю. Сто процентов. Все, приглашаю всех, пожалуйста. Телефон ты выставишь, адрес уже есть. А на что вы, Виктор, а на что вы содержите вообще все птицу? В общем так, живу на мусорке, пенсии не дают. Ну, это смешно и грустно, но выкручивается. Просто у вас, я смотрю, очень много живности, прям как в зоопарке. Да, и все хочет кушать. И козы, и птицы, и собаки, и собак очень много. Да, они все кушать хотят, да, 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 и я хочу. И не только кушать, но и надо выпить. То есть люди помогают вам? Помогают, и очень хорошо помогают. Это немного их, но есть, привозят по мешку корма собачьего. И не только собачьего. Ну, вот так. Друзья, я под видео оставлю ссылочку. Мы пока еще не договорились с Виктором на его страничку. Вконтакте или в Одноклассниках он обещал открыть страничку. Или канал на Ютубе, кстати, тоже я ему эту идею подкинул. Вы сможете зайти, нажав на ссылочку под видео в описании, найти его. Если вы захотите, будете проездом на Ленинградском шоссе в Москве. Это Московская область, скажем так, остановка Черкизова, да? Нет, это не Московская область. Это Поленинград, 11 километров от Када. Церковь красивая, Черкизова. Остановка и Черкизовская. Смотри, голубей покажи. Это соседа. Кстати, сейчас, если тебе не трудно будет, давай на чердак залезем. И если там есть голубые, еще и буду голубей раздать. Я не договорил. Вы можете написать этому человеку. Вы приглашаете в гости? Да. Всех. Всех и всегда. Помочь, чем можете. Помогать от души. Хотя бы покормить животных. Покормить я сам покормлю, лишь бы было чем. Ха-ха, еврей. Так, ладно. Вот и родильный дом для этих. Для чего? Для цесарей. Так, ты забыл про озеро. Ой, пошли. Пошли. Ты торопишься, я понимаю. Поэтому ты тоже меня... Люди ждут, ты сам видишь. Извини, не обижайся, что я так... Нет, все нормально. Ворвался к тебе. Все по-человечески. Чем больше будет добрых людей, тем лучше. Друзья, я ворвался к человеку в наглую. С утра его разбудил. Да. Потому что скоро я... Разбудил, я уже работал. Уезжаю с Москвы. Смотри, как встала. Видишь, вот она. Мы снимали. Может, отчапает. Может, отчапает. Хороший ходит. Вот глазки. Я ей все в жизнь глазки протираю. Вот. Давай. Тихо, подожди. Подожди. Мне хвостом по камере досталось немного. Друзья. Все. Конечно, на это смотреть тяжело. Да. Когда человек уходит, тяжело. Животное тем более. Ничего не... Все, пошли козер. Видите, все животные очень добрые. Хотя многие живодеры и тому подобные люди. Ребята, я могу залезть даже в озеро. Сейчас. Смотри. А, слушай, Виктор, расскажи вообще предысторию. Как ты? Предысторию – это мечта идиота моя. Всю жизнь возле речки. Ну, так как речки нету, я выкопал, ну, трактор выкопал. Люди обложили, но вода уходит. Вода уходит. Ну, я еще сделаю. Вот так будет. Тут будет водопад рабочий. Но водопад рабочий – это не главное. Сейчас я сюда залезу. Тут я уже расплавал. Тут глубина вот такая приблизительно. Вот, ну, как бы... Метра четыре, да? Один. Больше? Четыре – это диаметр поверху. Нет, поверху восемь, нету четыре. Вот такая чаша. Теперь, вот где ты стоишь, вот туда будет метр горизонтально. А потом будет чаша, как олимпийская. Как олимпийская чаша. И высоту еще на метр подыму. Вот. Вот оттуда. Здесь и где-то вот так я еще подыму воду. Ух ты, это такой вот водопад, да? Это водопад очень крутой. Как красиво, друзья. Он рабочий, и оттуда падает вода. Вот. Ну, я говорю, что вот на такой уровень, это сто процентов, этот камень. Камни разноцветные. В разных местах тыреные. Даже. Ну, не важно. И будет вот так красиво. Будет подсветка, и будет много рыбы. Приглашаю на уху. На рыбалку вот так вот. На рыбалку, да-да-да. Ну, рыбалка сухой будет. Скажи, а как ты вопрос решил с тем, чтобы вода не уходила? Значит, я дурак. Не решил я этот вопрос. Надо, вот сетка, видишь, вот тут? Вот сетка. Да-да-да. И просто тупо выложились сеткой. Вот здесь. Все это тут сеткой выложено. Но надо было, перед тем, как положить сетку, надо было... Вот она, вот она, сетка я уже сдавел. Вот, вот она есть. Надо было руками все это смазать, глину. Потом, как вальки или вальки, затереть глиной и положить в сетку. Вот тогда бы вода не уходила. Ну, я буду зимой рыть колодец. И будет автоматическая подача воды. Вода остановится. Остановится. А вода, извини, откуда будет? Из колодца. Из колодца. Я буду рыть зимой колодец. Сморочный колодец, а по водопаду, да, она будет... Нет, по водопаду. Шланг? Нет. Вот тут я буду две трубы вкладывать. Вот тут две трубы, вот так. Будет датчик стоять. Ну, вода будет вот где-то на такую высоту. Вот, точно. Вот дорога, если ты можешь поднять, показать дорогу. Нет, дорогу вон, асфальт. Вот будет выше на 15 сантиметров. Друзья, очень тяжело подниматься. Ну, так понятно. Вот. Видишь дорогу? И вот по уровню тут еще будет выше. Вот так. Вот это будет вот такая ширина. Можешь показать. Вот ногами я покажу. Вот так. А потом часто, круглая. Вот, по кругу будет еще больше. Часа подобная, как вот эта. Тоже будет камень. Ну, или имитация камня. Вот. И будет свет там. Обсветка, да? Да. И еще желание видео-то. Есть такие... Это водопад само собой будет работать. И будет работать еще фонтан. Есть такой фонтан. Вот такой ключ. Нет, не ключ. Кран. Вот такой же длины. Ну, сантиметров 70. И как будто вода постоянно из него падает. Он ничего не вберутся. Но я в этом не соображаю. Слушай, а рыбу-то какую хотел вот куда-то? Ну, либо карась и карп. Карась и карп. Ну, хищная не будет, потому что всю икру соживет. А вот, ну, вот так. Карась, карп. Слушай, ну, у тебя здесь рай. У тебя прямо здесь... Это я только сделал рай, потому что я уже в аду был. А вот такой вопрос. Тут башни, да? Вот наверняка же достают вот эти вот новостройки, да? Наверняка же предлагали выкупить у тебя... Даже угрожали. Угрожали даже, да? Даже угрожали. И что-то им в ответ показало кулак. Да, 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 применительно, да. Слушай, ты молодец. Вообще, ребята, я вам скажу, это место очень-очень возле церкви. Во-первых, это уже не пусто. И когда смотришь на самолеты, удивляешься, уже я 20 лет тут живу, 20 лет удивляюсь, как они летают. Ладно, пошли. А, вот это уже на зиму, видишь? Вот уже готова кормушка для... Причем оригинальная. Так. Знаешь, смотри, я не знаю, ты полезешь или нет? Ты полезу, конечно, да? Лезешь, давай, блядь. Баня, 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 Банечка. Ой, моя Золушка. Ну что, я Золушка, блядь? Ну не ругайся. Давай, 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 давай. Что-то у тебя чебликает. Мы сейчас с Виктором полезем на чердак. Я хочу посмотреть, есть они там или нет. Голубей! Залезь следом. Так, тебе как помогать? Я думаю, сам справлюсь. Да, надеюсь, по крайней мере, друзья, я залезу, не свалюсь. Будешь собирать меня неком. У некоторых без меня полно дел. Залез. Я же говорил вам, что я кот. Кот я котяра. Лозу по крышам. Вот живет дикий кот. Ага. Дикий это порода какая-то, да? Вот они на такном сидят. Видишь? Лампочку выключить. Все, сидят, я рад. Ты показал? Лампочка не мешает? Посмотрим. Хочешь, залезай туда. Если хочешь. Так, друзья, сейчас я полезу. На чердак? На чердак, да. Снимать для вас. Это еще и голуби тут будут. Я рад. Голуби непростые. Может, вы тоже сюда ко мне и в руки возьмете, покажете подписчикам? Нет, ну там уже не главное, что они есть. Нет, в руки возьмете и покажете, как они вообще выглядят. Нет, я не буду брать их в руки. Почему? Ну, я, как тебе сказать, пока не то, что не достоин. Тут человек есть, который не то, что ухаживает, так, у них есть все. Я не могу там все говорить. Сейчас залезу. Ё, мою мать. Ну, открывать необязательно. У них... Ну, давай, ну, что там, господи. Ты хочешь пули-пули-пули-пули-пули-пули. А, если кушать им есть все. Угу. Пули-пули-пули-пули-пули-пули-пули. Пули-пули-пули. А, нет, я не думаю, что пойдут в руки. Пули-пули-пули-пули-пули-пули-пули. А где вторая? Вторая вон уже сидит, видишь? Не надо, не надо их в руки брать. Белые, да? Очень красивые голуби. Очень красивые, все. Вот выход им есть, вот. Выход свободен. Вот он уже здесь. Все. Друзья. Я хочу, чтобы они привыкли. Ага. Они еще меня не знают, вот почему. Понимаешь, сильно. Не надо пугать их. Я напугаю кого хочешь, но только они голуби. Все, пошли. Друзья, вот практику срублено. Отдельно, чтобы они все не засырали. Видишь, они... Ой, тет-тет-тет-тет-тет. Они сами не хотят пока вылетать. Все, они привыкнут. Так, лыжи пока берут. Кто любит лыжи, приезжайте зимой на лыжи. Лыжи простые, советские. Так. Все, давно. Ой, и ботинок советский, смотрите. СССР? Ну, не СССР, но это уже, конечно, старомодные. Ну, кому размер подойдет, крепление для этих ботинок. О, чтобы не думали, что одна пара, две пары, сорок четвертый, сорок пятый. Вот, сорок пятый. Размер ждет. Пожалуйста, бесплатная катания. Ждет своего хозяина, да? Ха-ха-ха, да. Как не теплы, не теплы. Я вообще-то вот так вылазил. Твою мать старость не радует. Твою мать старость не радует. Так, мы тоже поедем, следом. За Виктором. Я очень рад, что голуби на месте. Так, покажи округу. Тут когда-то будет порядок. И есть желание в видеота еще раз ввести нецессори, как они называются. Вот, готовы же показывать, не меня. А я буду говорить... Вам я тоже покажу. Завести, как они называются. Ну, хвост вот так, павлины, вот. Место и церковь, церковь, покажи отсюда. Да, друзья, очень красивый вид. Вот, место золотое. Солнышко бьет в объектив. Думаю, вы рассмотрели. Думаю, вы рассмотрели. Давай, теперь сезаем вниз. Это не дом, это я живу в вагончике. Вот, первый показывай кошку. Вот, вот, вот побежала вот кошка. Да, вот такой вот тигр. А, посмотри на вот это вот. О, вот это вот. Вторая кошка. Это она лежит на сушильной доске. Такая вот ласкучая, черная кошка. Друзья, все, кто верит в приметы про черную кошку, все это чепуха. Они очень добрые, ласковые создания. Нежнейшие. Прям гладишь и чувствуешь, какие тоже приятные. Нам обоим приятно. Вот это маленький, маленький, который куда-то спрятался. А давайте мы вот так его поищем. А вот он спрятался. Дикий пока, да? Я так понимаю. А это обычный, да? Породы или как-то обычный, да? Дворовый. А вот она сама лезет. А второй где-то есть, у нее двое. Грациозная, пантера. Пантера. Причем фамилия, не фамилия, а имя, звезда. Звезда. Так, ладно, показывай то, что я тебе покажу. Так, вот этот мне нравится портрет. Вот это мне нравится портрет. Вот теперь, ну, то камни, то из камней. Рядом, извиняюсь, это я. Вот. А ты здесь такой в очках, прям писатель. Когда-то, да. Или художник. Я вот так подумал. Ну, вот это покажи обязательно, вот. Так, вот. Серафим Саровский, да, икона? Или Николай Угодник? Я не буду хвастаться, я не у церковной, но мне нравится. Вот то, что есть, то, что я тебе показываю. Божья Матерь. Да, кстати, это моя дочка вышивала, вот тут. Вот приятно. Друзья, у меня селфи-палка, давайте попробуем. Вот, да. Ну, где-то так. Да, да, да. Очень-очень красиво, я бы сказал, даже вот я поближе попробую. Здесь очень тяжело подобраться. Безумно красиво, смотрите. Пишите в комментариях, смогли бы вы так же. Ну, да. Я думаю, не каждый из вас, навряд ли, смогут так же. Очень красиво. Так, я держу цветы, падают. Можешь показывать? Да, да, да. Так, показывай цветы. Теперь, ну, вот, 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 сюда мне, вниз, вниз. Друзья, вот такие вот у Виктора цветы. Кстати, я тоже обожаю цветы, и многие говорят про мужчин. Как так мужчина может любить цветы? А на самом деле он может любить цветы. Так, даже козлы. Так, книги тоже есть иногда. Видишь, да? Да. Интересные есть. Так, хорошо. Какие? Не надо. Не надо, да? А то вы будете просить прочитать. Ну, хорошо. Хорошо. Так, вот дальше. Вот это очень интересно. Я, когда 20 лет назад сюда пришел, оно было в мусоре. Вот это. Ну, я тоже не совсем понимаю, но непростая. Вот, просто я с мусора взял. Картина нравится тоже. Кошка так никуда не ходит. И тут хорошо, значит, она меня не боится. Ну, ты сюда зайди. Ой, тут не могу. Ну, тут я иногда... Творческий беспорядок, скажем так. Можно, да, мне против поснимать? Самое главное, мне нравится... Подожди, черт с ним. Я зайду, хоть не разуваться не буду. Теперь будет... Так, идите туда ближе. Сейчас будет... Я боюсь не следить. Ничего, вот этот медведь сейчас будет петь. Показываем. А вот он. Маленький тигр. Да. Так, теперь вот это покажи. Вот собака. Вот такая вот, да, собака. У тебя живых... Живых высота штук 10. Да, и живых, и не живых. Да, и даже есть такая плюсовая собака. Смотри, на чердаке лыжи и тут лыжи. Видишь? А лыжи, да, все так увлекаешься? Увлекался подряд. Я просто беговый. Самая крутая игрушка, да? Рядь, наверное, в это не наигрался в детстве. Ну, так не пишите. Я тоже в детстве играл. Все, пошли. Так, вот еще я вот это вот не поснимал. Смотрю тоже. Ну, так. Иконы. Это уже совсем... Виктор, я смотрю, вы очень верующий человек, да? Нет, 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 нет. Я даже атеист где-то. Ну, в душе, конечно, верю. А почему тогда у вас так много хобби? Вот это покажи, и каждый даст название вот этому цвету. Люди, пишите в комментариях, если вы знаете, как из этих цветов какой-то... Не, 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 вот конкретно, вот конкретно. Сейчас я еще покажу. Так, вот это мне подарок на 50 лет. Вот. Сейчас я вам покажу. Может, у нас уже пошло настроение. Значит, подожди, подожди, это, чтобы мне обосраться. Значит, вот это где-то я спереди, если видно, да? Угу, угу. Вот это я спереди. Угу. Как это такое? Вот это я сзади, сейчас я... Ну, думаю, нам к концуру делать не придется. Вот это я сзади. Ну, это же картина. Ой, а вот это я даже не знаю. Это искусство, на самом деле. Это искусство, вот какая красота. Вот. А это то, что усыхает. Круто. Это неправильный образ жизни вести. Это были очки. Вот уже очки. Вот. Вот. Ну, очки уже спали, вот видишь? О, картина Репина. Так, вот она вот здесь сидит. Вот так как-то. Вот. Причем, это мне подарили... Подожди, сейчас... Мне 60... На 60 лет. Мне уже 62 сколько лет. 3 апреля. Друзья, поздравим 3 апреля Виктора. Да, да, да. Обязательно. В комментариях. Потому что он почитает, и я надеюсь, что он будет следить за дальнейшей судьбой этого видеоролика. Да. И почитает то, что вы пишете. Может быть даже, может быть даже кому-то и ответит. Если почитает, нужно. Да. Ну, все. Неприятно. Так, я поливал, поливал. Ну, можно полить. Творческий процесс пошел. Все, да. Настроение идет вверх. Да. Это хороший знак. Смотрю. И все. Пошли чай пить. Пойдем. Друзья, вы пойдете с нами пить чай? Да. Да. О, дедушка берет палочку. Пошли. Мне самое большее понравилось за голубей. За голубей. Так, ключи. А, музыку нельзя включать? Да. Ну, не желательно, на самом деле. Авторские права. Авторские права. Сок. Какой запах? Яблоками, да? Печеными? Ну, это ж... Прям по виду он. Обалденный запах. Сок сделается. Так, вот это уже запарил курян. Вот. Процесс. Видишь? Запарил овес. Так, вот это спасибо сделали мне. Какао и с этим. Сейчас я накрываю стол. Это туда. Это процесс грязь. Так. О! Снимай. Вау. Вау. Назад в СССР, да? Ну, не совсем в СССР, но красиво. Я тебе наливаю, конкретно тебе наливаю кокао. Друзья, вот такой вот такао. Можете мне завидовать. Да. Можете завидовать. А что, я себе налью? Сейчас я посмотрю. Вот мы пойдем с Виктором. Чему? Ладно. Это у тебя комната, да? Нет, это мой сарай. Тут я животным говорю кушать, ну и сам китай. Это мой сарай. Называется кухня. Так, извините то, что есть. Давай тогда с тобой за знакомство. За нашим. Во! Знакомство с хорошим человеком. Большой душой, кстати, друзья. Если вы не заметили, человек очень большой души, очень добродушный. Гостеприимчивый, что самое главное. И это в Москве большая редкость, чтобы вот так вот тебя встречали. И не только в Москве. Показали и не дали тебе пинкап под жопу. Хотя мне уже давно пора его дать. Потому что я реально сегодня просто достал человека. Просто достал. Привет, Игорь. Мы с тобой догонаривались сегодня. Моя товарища Кумочку, я тебя просил. Да. Ну, дорогой тебя за временем. Ну, сейчас у до двух. Сейчас у до двух, так? Саша оживает. Даже не знаю, что она выстрела. Может, подыхать хочется. Да, да, да. Да. А эпоха была, да? Ночью? Тихо уже пил. Ночью ей было неплохо. Эпоха, две недели назад. Те на сорта шла. И судороги. Я думаю, две недели она уже мучилась. Но у нее после стерилизации появилась проблема вот там. Метастаз. Короче, рассказываем дальше. Жизнь продолжается. Когда будет готов вот этот бассейн. Я был в одном месте. Очень хороший. Ну, не то, что патный кухонь. А там все. Двухитажный. И вот место позволяет его так построить. Вот так построить. Это не знаю для кого. Но для кого-то будет. И пошли вот сюда. Да. Вот прямо на прием пункт металлолома. Прием пункт металлолома. Вот это не знаю, кто привез. Я купил за тысячу рублей. Вот. Оно 18 килограмм. Алюминий, да. Ну, люди сдали. Ну, я думаю, в рабочем состоянии. Я не буду сейчас поднимать. И мне есть желание. Вот на этот стол. Вот на этот стол. Написано сейчас это сюда. Написано «Дети Индиго». Я купил на блошинном рынке за 500 рублей. Друзья, вот эта надпись. Вот. Он пластмассовый, в принципе. Но тут покажи слова Путина есть. Нашего президента. Для России сейчас важно не потерять ни одного талантливого ребенка. Ты готов, покажи. В.В. Путин. Который уже показывал. Ну вот. Сделай чуть-чуть шире. Желательно с плекси глаза. Ты упадешь. С плекси глаза и снизу подсветку. Сверху вот это. И ночью будет вообще непонятно что. Так. Вот здесь я развожу. Показывай. Вот здесь я развожу. Да, а что ты Витька? Ты готов, покажи. Показал я уже коту. Вот вас бы показать. Вот. Теперь. Вот тут. Вот тут сейчас. Что, не поубегали им? Как же я разводил? Они показываются сюда. Я вообще-то тут хотел разводить. Ёбки мать. Видишь, не все всегда удается. Сюда я бросал черви. Они, падлы, все убежали. Так, первый неудачно. А, ну, второй. А, скоро возводить. Черви. Черви для... Для рыб. А, кстати, я жид тебе не показывал. Подожди. Короче, они все удрали. Все хорошо, что я сейчас... А, вот, вот, чуть-чуть есть. Вот, ну, что это-то херня. Это херня. Я бы советую подписчикам, как бы, разводить червей правильно, чтобы они... Ну, неправильно. Все, все. Вот это не камень. Это куда-то пойдет. Это легкое, но красивое. Где-то для ведухи. Так, возьми, рыб, покажи. Собачка идет с вами. Вот тут 300 карасей. Вот и... Вот, видишь, вот эта жаба. Так, друзья, давайте посмотрим. Так что тут ничего-то не ведут. Тут где-то 300 карасей вот таких. Вот. Я их хочу запустить в это. Ну, в озеро. Ага. А так как оно высохло, я всех выловил. Вместе с этой девочкой. Которая водочку пьет. А, ну, водочку пьет. А, да, не выпьет. Вот, сейчас я выпью. За ваше здоровье. Я еще не кушал. А, что ты рукой трясутся? Жалко отдать? Ну, тебя, чтобы они плюсы не сдать. Друзья, идем за Виктором. А, ну, да. Тут там доля. Теперь показать только кухню. А. Показать. Офиг. Показать. Вот скажи, как я ее подстригла. Не знаю. Она помолодела на 200 лет. Я ее подстригал лично. Не, хороший девок. Кстати, зовут ее Лена и очень хорошо вяжет. Может, даже под заказ. Виктор, а ты говорил то, что планируешь сдавать все. Да. Вот этот дом полностью развалить. И поставить мини-гостинице или как-то. Хостел. Да. Хостел. Можешь показать, что там? Ну, через окно уже оно видно. Там бардак. Его никто там не живет, в принципе. Это постройка до 1917 года. Друзья, там. Оно все рухлит. Вон. Блять. Ну, тут я обитаю. Хочу сделать более-менее кухню. Хочу. Вот, друзья. Обитель Виктора. Дяди Тома. Или как? Так. Вот это карта мира. Это хорошо. Вот там карта животных. Но козел тут две недели жил мне, три дня. Все перелопатил. Вот. Вот тут я сплю. Один раз пал с козлом, извините, но было дело. Так. Ну, вот тут я как-то что-то пишу. Стараюсь. Картину покажи. Такая вот, друзья, картина. Наши две. Ну. Нам со львом, да? Обратить внимание. Ну, на ляп. Вот это покажи тоже и комментарии сделай. Так, люди, да, пишем комментарии. Ну, известие. Сухарик. Да. Угу. Друзья, какая красота. Да. Очень интересно. Черепаха. Вот это копилка. Иногда. Есть. И Таран на украинском языке. О, даже на украинском бывают. И Библия тоже есть, да. Ну, так ты сними. Ну, как. О, друзья, смотрим. Хотя я крестьянин. Ну, не так. Любезнь. Вот это мне очень нравится. И огонька советских времен. Ну, это вот так. Тут не надо. Вот мы кормим собачку. Да. Поделимся. Я сто грамм выпил. А ему эту. Кстати, собака очень хорошая. И. Это сын. Вот той матери, что умирает. Плакать будем. Да, друзья. На самом деле очень тяжело. Терять. Терять друзей. Тем более таких вот преданных, как собаки. Они вообще очень преданные и ласковые. Дорога неровная, извиняюсь. Запинаюсь немного. Иду. Сказка продолжается, ребята. Делаем просто стол. Просто стол. Вот. Радо. Разрезаем арбуз. И будем разговаривать дальше. Вы сами не увидели, как мы кушали курицу. Ну, ничего. Представьте. Да, Виктор накормил меня курицей. Кушали и курицу. Так. Значит, первое. Вот это мы ставим вот так. Вот это мы ставим вот так. И всегда я ел вот так с кипками. А теперь вот это мне понравилось. О, я думаю, что будет сильно вкусно. Дальше мне будет задавать объявления и вопросы. Так, так, так. А мы будем на них отвечать. Спешка. Люди ждут. Вот собачка уже прибежала. Значит, арбузы были в воде. Сейчас посмотрим, это хорошо или не очень. Так, ничего не отпало. Нет. Не отпало. Оно двигается. Все. Так, сейчас. Ну, оно же на подсосе. Ну, все нормально. Так. Ровней. Рядочка идет. Так. Так, все, чтобы прям было... Ваня, армию хочешь? Нет. Вот. Вообще шикарно. Иди туда за синий вагон. Так, провода не попадают в кадр. Надо, чтобы все было шикарно. Нет, провода, наверное, всякий случай, туда уберу. А, ты объемно делаешь или как оно? В смысле? Ну, посмотри сюда. Да, будет, будет, будет... Когда я ехал на работу, познакомились с Виктором совершенно случайно. На остановке. На остановке, да. То есть гулял козел в Москве на остановке. Люди, представляете? Я когда увидел, мне, кстати, коллеги по работе сказали, что здесь неподалеку ходят козел. Я думаю, да ладно. Ну, ребята, наверное, ну, их, Белочка, Белочку словили. И вот, стою, жду автобус. И что вы думаете? Подходит козел ко всем людям, упрашивает конфеты там, сигаретку. Кстати, козла очень любит сигарету. Вы это тоже в этом видео увидите. Вернее, уже видели. Вот. И потом оказалось, я уже подошел, стал снимать этого козла, делал с ним селфи. И тут Виктор подходит. Второй козел. Вот. Подходит. Я думаю, сейчас я по хребту получу, как бы. То, что я, это, чужое достояние. А я вот тут, видите ли, фотографии делаю. Оказалось, что Олег наи светлейший, наи добрейшей души. Он меня позвал в гости, кстати, это тоже есть в том видеоролике. Вот. Сейчас, кстати, он меня курицей накормил. Это как будто в программ. Спасибо. Да, кстати, друзья, пить мне нельзя, потому что я на вахте до сих пор. Я ее, вернее, закончил, но я не выехал с общежития. Пишите, кстати, в комментариях. Хотели бы вы приехать, погостить. Виктор сказал, что может, да, принять. То есть, туристов, скажем так. Условий нет, но принять. Попробит скоро будет. Можно рыбу будет половить. Вот. Плюс Виктор хочет хостел сделать. Два этажа ты хотел, да? Не два этажа, а двухъярусные. Двухъярусные. То есть, хостел. Два этажа громко сказано. Расскажи, пожалуйста, сколько тебе лет? Родился ли ты здесь, в Подресково? Нет. Родился на Украине, город Склира, Киевской области. Мне 61 год. Ну, я хотел бы, чтобы 16, но... Вот 61 и 3 апреля следующего года будет 62. Время бежит быстро. Значит, не теряйте время. Занимайтесь. Ну, кто чем хочет. Но занимайтесь. Я занялся все. Вот. Ну, ничего получается. Ну, так не видите. Виктор, а дом вы здесь как вообще... Дом я случайно купил. Вольной женщина. Ну, как бы, 61 процент. Дом, постройка до 1917 года. До. Это ему уже больше 100 лет. Но это уже не дом, это так. Реетет. Я вначале прожил туда, потом что-то там подремонтировал. Сам живу в огончике, видели. Ну, получится... А, департамент против оформить вот это выморочное имущество здесь. Вас достают, да? Достают по всем, по всем статьям. Наверное, им же площадь нужно, надо расстраивать здесь все. Наверное, в России земли мало. Меда еще и хохла забрать. Короче, земля не оформлена, дом оформлен только вот какая-то часть. Ну, это ладно. Кому это надо? Приезжайте, все будет хорошо. Победа будет за нами, как говорил Сталин. Слушай, я уже 100 грамм выпил. Слушай, можно на ты же, да? Конечно. Ты когда-нибудь променял бы вообще такую жизнь в доме на квартиру? Если бы тебе предложили, например, квартиру. Никогда. Шикарную там трешку. Никогда. Я буду упираться, чтобы меня тут и похоронили. А, ну, может, чтобы раньше не похоронили, пока я сдохну. То есть ты до последнего, да, будешь боевать? Да, да, буду стоять, чтобы только никуда уже. Родился я в Советском Союзе. Значит, вот этот кусок был Советским Союзом. Ну, разосрались дураки. Значит, дураки. Мало им все. Мало, мало, мало. В гроба ручек нет. О, не заберешь. Все мы умрем. Это понятно? Ну да. Все не вечные. Вот, ну, надо делать добро. Просто добро. Но видео, видео, мы вечные на самом деле. Потому что это видео у нас уже, скорее всего, не будет. А это видео будет лежать. Вот. И вы, люди, люди, надеюсь, нас больше добрых людей смотрит. Сможете посмотреть это видео и пожелать нам добра. Вот. Ну, пожелайте зла. Вы знаете, такой есть бумеранг. То есть вам вернется все то зло, которое вы нам пожелали. Поэтому, я думаю, вы нам пожелаете только добра. Чего и мы вам, да, Виктор, желаем только добра. Вот такой еще вопрос. Откуда у тебя вот столько животных вообще? Смотрю, собак, их море. Это так. Вот эта, которая умирает, ей больше 15 лет. И больше я не приводил собак. Не азу приводил. Не приводил, а люди отдали. Все остальные, всех остальных привела аза черная. Это восточная европейская, нет, восточная овчарка, да. Ну, хорошая, очень хорошая. Вы ее видели, черная, тяжелая. Ну, и все. Я никого не выгонял. Даже людей. А с чего вот вдруг ты решил все-таки козу приобрести? Ты, наверное, хочешь как-то... У тебя же козел был, я помню. А тут раз я тебе звоню, я звоню человеку. Я, подожди, я ничего не хотел. Мне фермер тут рядом едет. Он говорит, Витка, я знаю, что ты, ну, не помешанный, но... Он тебе понравится. Он любит, любит. И дал мне козла. Я ее хотел куда-то пихнуть, но куда ты ее пихнешь? Он уже год. А потом я был на Лермонтово, Лермонтово это... Усадьба тут рядом, очень хорошая, всем желаю увидеть. Желательно весной, летом. Вот я тебе могу видеть, ну, какой видик есть у меня. Здесь, если ты хочешь, перекинешь из этого сюда, потом пустишь. Куда-то всунешь. О, вот так будет. Короче, там Олег, ему 70 лет, мужик, ему лет 30, по биологическому. Все мне было. И фазаны, не фазаны, а как, ну, фазаны хвостатые. Сейчас они есть. А козлу, он говорит, я все равно отдам. А я говорю, ну, так я заберу, потому что у меня козел такой. Вот. И он мне отдал. Я отдал бутылку водки, не ему, а там человек работает постоянно. И пачку, как они называются, ну, почти, как вот, печенье. И все. Вот это за то, что, за что взял? Ну, буду их держать, будут они размножаться. Как Бог говорил. А молоко? Да какое-то молоко. Нет, ну, будет, все равно, значит, это... Ну, 100 грамм я выпью молока. Ну, козли молоко, кстати, люди, это самые, друзья, это самые ценные продукты. Друзья, мой отец держал коз, ну, я тоже, как бы, в отцах, и лопнул желудок. Это все, и лопнул желудок, не знаю, или дешевую водку пил, вот такую водку, я тоже пью. Но вот это не для водки, это для вот этого, для сока. Ты не пьешь, ты выпиваешь, я что-то ни разу пьяным не виделся. Ну, мы редко виделись. Короче, лопнул же я к чему говорю, что я не верю, что он пьешь, пьешь молоко, то будет кишечный тракт здоровый, брехня, брехня. Ну, остальное все, я не ради молока эту козу. Да там козы, господи, литр козы всего, на маленькие вот революции. Но она, как она, порода, камильская, ну, в общем, дикая. Все, я уже не могу, все. Так, ты женатый вообще? Нет, официально нет, четверо детей, официально не женат. Наверное, а может и женатый, ну, кому я нужен, козел. От меня пахнет козлом. Сейчас у тебя нету дамы сердца. Дамы сердца нету, а дамы есть. Так что приезжайте, дамы. Может, будет и сердце. Вот, дорогие друзья, подписчики, если вам... Нужен козел, прошу любить и жаловать. Ленинградское шоссе, 360, город Москва. А как ты любишь вот такой вопрос вообще отдыхать в свободное время? Как я отдыхаю? И основной твой заработок, если он у тебя таковой... Заработок, я слышал, до конца не договаривай. Вот через дорогу мусорка, я оттуда все тащу. Мусорка. Люди, кто хлебушек кинет, кто травушки даст. Я шучу. Потом курей развожу. Один говорил, баранов. Баранов хочу развести. Кстати, что самое смешное, вот это уже я не знаю, кому вопрос. Пенсии мне не дали, хотя я гражданин Советского Союза, гражданин Российской Федерации, обратился за 20 дней. Это интересно, пусть прокуроры послушают. За 20 дней до наступления момента получения пенсии все приняли и сказали, у тебя не хватает 1,2 балла. Через 4 месяца после уже, как я пенсию должен получать. 68-го года рождения. Ага, а я что не скажу, а почему? Что такое 1,2 балла? А, говорит, это у вас была пенсия, зарплата маленькая. Я говорю, подожди, зарплата маленькая, я еле-еле дожил до пенсии. А теперь вы ждете, не дали пенсии, чтобы я вообще сдох? Ну, я так подумал. Но не дождутся. Уже 1,5 года пенсию, как я должен получать, не получаю, но не жалуюсь. Друзья, поэтому, дорогие друзья, подписчики, или просто мимо проходящие, кто смотрит это видео, пожалуйста, разберитесь, помогите человеку добиться справедливости. Ну, я считаю, вот такой вот человек, как Ликтор, он не может, он не может, но надо ему помочь. Надо вот расправедливости. Нет, не надо мне помогать, я справлюсь. Нет, не то, чтобы помочь, а как-то урегулировать вот эту вот ситуацию, чтобы... Ну, не может, человек такой вот души... Нет, я еще что делаю. Вот тут я правду скажу. Я уведомляю иностранных граждан о прибытии в Российскую Федерацию, за что был 4 раза судим. Первый раз мне дали 100 тысяч штрафов. Я не платил, а благодаря Путину не платил. Его выбрали на какой-то срок уже начальником, и он сделал амнистию, ну, и я туда попал. Я такой довольный. Второй раз я хотел приехать на... Ну, за гранпутевка, как это называется, ну, как турист. А мне поставили запрет, потому что был второй суд, мне дали 130 тысяч штрафов. За то, что я уведомляю органы о прибытии иностранного гражданина. Ну, я держу квартирантов. Если бы не квартирант, я бы сдох бы, конечно. Но сказать, что я этим радуюсь, нет, ребята. Я хочу жить с семьей, с животными. Но я вынужден, ну, принимать квартирантов. Я принимаю, кто ко мне приходит... Как-то выживает. Да, я сразу говорю, так, чтобы не было проблем с милицией, там, с органами, я иду, уведомляю, что вы прибыли. На учет я не ставлю. А говорят, что я ставлю на учет. Там паспортный стол ставят. Я уведомляю. Это большая разница. Проживает... А, что они прибывают в Российской Федерации. Слушай, поймут, что мы договорились. Ну, если поймут, то поймут. Значит так, никто у меня не проживает. Проживает каждый в своей стране. А в Российской Федерации люди прибывают, все, которые за границей приехали. Правильно? Правильно. Вот, я проживаю вот здесь, вот за этим столом. И на этой вот территории, в России. Потому что я гражданин Российской Федерации. Хотя, родился на Украине, был гражданин украинской Федерации. Украины. Там не сидел. Нет. В 90-м году же развал. А я в 90-м... В 2002-м. Вот стал гражданином России. Ну, я же не думал, что будет такая херня. Что тут уже брат на брата, друг на друга. Я уже дома не был. Мой дом не здесь, мой дом там. Ну, где поповина зарыта. И не могу поехать. Потому что, во-первых, надо приглашение. Это смешно. Хотя у меня дом от отца остался там. Он на мне. И я не знаю, что делать. Подарить кому-нибудь, что ли. Вот. Но не в этом дело. Ну, все, вроде я рассказал. Что я делаю... Уведомляю о прибытии иностранных граждан. Так, кому нужна регистрация? Ленинградское шоссе 150. Валюте все. Кстати, я за этот год зарегистрировал не я. Я уведомил за 1200 человек, кажется. Ну, ты крут. Не, почему я крут? Я уведомил. Оставят их... Кстати, сняли все. Потому что сказали, что я резиновый. Ой, не я резиновый. Ну, как получилось, так получилось. Все. Я все сказал. Еще мой шой. Вопросы есть? Я посмотрел. Вопросы есть. Вопросы есть. Вопросы есть. Но это уже в друге кора. Так ты, сволочь, прикидываешься, да? Не, я приехал сюда, дрова бесплатно развозил. Есть документы. Бесплатно. У меня была машина. Зил 43-31. Я на всю жизнь запомню, как я эти головки менял на трассе. Будут они неладные. Ну, вот эти. На двигатель. Прогорала, как ее, прокладка между блоком и головкой. Ну, не важно. Бесплатно развозил дрова по всей деревне вот это, по 8. Ну, как бы так. Меня тогда не трогали органы. А когда я уже не могу развозить, уже начинают трогать. А почему, наверное, я не делюсь. Я очень жадный. Ну, да. Я очень жадный. Это правильно. Да, что не делюсь. Делиться надо не совсем. Да, нет, со всеми, только не с хамами. И не с теми, что уже наворовали. Вот. А как ты, кстати, относишься к власти, которая сейчас у нас в стране? Никак. Это не было. Голосуешь, будешь? Нет. Нет, ни разу я за Путина не голосовал. Я голосовал за Ивлинского. Но так как мой голос был, ну, он не последний, не первый. Но за Путина я не голосовал ни разу. А потом, не, ходил, вот купил там. А причины такие вот у тебя? Не доверяю. А кому-то вообще вот в этой жизни, ну, есть кому-то доверие? Я в политике слаб. Я в политике слаб. Какого ты там можешь выделить? За кого бы ты, например, хотел проголосовать? Ну, убили ж Немцова. Давно уже. Ну, так, ну, шо, ну, ему верил бы, наверное, если так уже, кому. Ну, говорят, вот 2% был премьер-министр, 2% он какой, господи, Солнцевский. Премьер-министров был. Ну, там Солнцевское братье. Ну, Солнцевское, это Солнцевское. Я не... Привет. Ха, заходи, заходи. Попадешь. Можно, можно, заходи. Вот это шо надо сделать? Вот это человечек тоже попадет в историю. Вот, а холодная она. Говорит, ты же не включала? Ну, пожалуйста, надо. Так, включить сейчас или не надо? Не бойся. Включить? Да, да. Это, шо будет, манты? Или шо это? Самса. Самса, о, самса будет. Так, шо мне неплохо, люди не дадут закрывать, да? Да. И включаю верх-низ, вот так. Виктор, смотри, вот тут у тебя, это вкусно довольно-таки. Так, это правильно? Смотри сама, я не вижу. Вверх-низ? Все правильно. Все, давай. Я вижу, вернее, слышу. Смотрю, ты тут с голоду не помрешь. Если мне квартиранты, нет, они мне, они. Это просто у меня плита такая. Как в ресторане. В ресторане, в старом баре. Длинных пизда, как люди. Так, что можно жить. Жить можно. Был бы человек хороший, да. В своем доме. Я, кстати, тоже в доме, ничего не жалею, потому что я... Ну, правда, мы с человеком, он в Москве проживает, в своем доме, а я уехал в Москву. Ну, в принципе, это одно и то же, земля своя и участок. Подожди, ты москвичен? Родился я, да. Родился я в Москве, в Зеленограде. А, в Зеленограде. Да, рядом здесь. Ну, целью. Поэтому... У меня как-то опять вот сюда, я думал, больше сюда не вернусь никогда. И вот как-то опять меня сюда закинуло. А, я не знаю, какими вот... Как вот судьба, знаешь? Не говори. А, вот год назад, я матушку похоронил, он меня под поезд попал. Ой. Под грузовой. Три года назад почти. И вот я, у меня осталось комната в коммуналке. Я продал, продал эту комнату, продал с трудом за полцены, потому что у меня не хотели ее покупать. Даже я сдать ее не мог. Я хотел ее сдавать и переснять себе. Но даже туда не хотели никто ехать. Они... Люди приходили, видели то, что эти люди на них кидались в соседи, они против были, чтобы я сдавал, потому что я человек спокойный, уравновешенный. И, естественно, со мной был я один. У меня в тот момент девушки не было, в принципе, сейчас кстати, нету девушки. Вот. И они не хотели, чтобы я съезжал. Так что два холостяка, что ты мнешь, да, девки, все валите на нас. Так, все, конец связи. Хватит, хватит болтать. Работать надо. Меня человек ждет, кстати, иранец. Я уведомляю, что иранец приехал в Россию. Так, все, конец связи. Так, что-то хотел бы передать подписчикам. Так, подписчики, будьте людьми. Верьте в добро, победа будет за нами. Так, кстати, ты про канал Жека не забывай, что нужно. Я, конечно, народ, я не выпрашиваю, но мне намного приятнее, когда не я вам говорю, а подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Мне намного приятнее будет, если вам вот этот вот светлый человек скажет. Ставьте лайки, записывайтесь на Жека. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Ну, и... И... Когда наступит уже нормальная жизнь? Я тоже не знаю. Я вот тоже не знаю, да. И надеюсь, вам понравился... Вернее, понравится этот видос. Вот, а может, уже и понравился. Ставьте вот такой вот жирный лайк. Вот, можете и дизлайк поставить, и какой-нибудь обидный комментарий, если вам что-то не по душе. Но лично мы кайфуем, радуемся. Нормально. Несмотря на то, какая бы жопа у нас не была, вам того же советуем, а также не вешать нос. Вот, как это в гардомаринах? Не вешать нос. Как там дальше? Гардомарины, да, там... Вперед. Да, гардомарины, вперед. Спасибо, спасибо тебе большое за то, что ты так принял, за гостеприимство. Очень приятно еще раз тебя увидеть, вот, от всей души. Все, все заезжайте, кому надо будет отдохнуть, не отдохнуть. Им можно и помочь. Чувак, такую... Можно и помочь. Сильный очень. Давай. 61, конечно, это не 16. Нет, как мы-то видите, прям, слушай, и даже не поверите, вот, я не верю, что этому человеку 61 год. Когда-то было. А ты спортсмен же, да? Нет, 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 нет. Я любитель. Я любитель. Любитель? Водочки. Любитель травочки. Это намек. Нет, травку я не курил, курить не могу. Я, кстати, человека подбиваю открыть ютуб-канал свой и снимать вот то, что у него происходит в логе, вот, тем, что я занимаюсь. Люди, пожалуйста, я вас очень прошу, напишите в комментариях, хотели бы вы и подписались бы вы вот на этого обалденного человека с большой, большой, наверное, как наша Россия. Ну, давай уже чуть больше. Чуть больше. Чуть больше. Чуть больше, чтобы как делок. Все. Хотели, так, собака поднимать. Вот собака лежит. Иди, иди ко мне, иди, иди, хороший. Иди ко мне, иди, иди, иди. На, на, на. Ну, же, на. Вот, хороший, хороший. Спасибо. Продолжение следует...